Друзья, всем привет! Вы на канале Есть Вопрос. Сегодня я вам расскажу, как пройти успешное испытание «Матрица». Это испытание будет всероссийским на Всероссийском форуме робототехническом Икорен. Для того, чтобы его пройти, вам необходимо некоторое количество кубиков, карточки для подготовки к этому заданию, и сейчас я расскажу, как будет проходить испытание. Напомню, что это проходится командой двух человек, двое дошкольников. Приходят, садясь за парту, получают вот такую табличку. Давайте рассмотрим ее. Мы видим, что у нас первый столбец — это нецветные кубики. Мы должны соотнести размер и форму кубика. Дальше у нас идет цвет этого кубика и количество, которое мы должны выбрать. То есть, когда они приходят, у них лежит некая корзина с избыточным количеством элементов. И, разгадывая вот эту загадку, да, точнее, глядя в эту таблицу, мы должны набрать нужное количество элементов. Например, здесь вы видите, что кубик 2 на 2, он именно кубик объемный, зеленого цвета я должен взять две штуки, взять две штуки. Вот я ее взял. Дальше 2 на 4, одну штуку беру. Дальше пластина. Следует у нас оранжевых кубиков три. Вот они у нас переходят к нам. И вот так и вот так. Все, нужное количество я набрал. Количество кубиков избыточное. Дети заранее не знают, что они будут строить, поэтому подсказок у них нет. Дальше картинку у них изымают, и дети работают с тем количеством, которое набрали. Им предстоит осуществить постройку объемного объекта, глядя вот на эту карточку. Соответственно, мы начинаем конструировать. За это время у нас идет время. Как бы это смешно не звучало, мы конструируем. Внимательно смотрим, чтобы не ошибиться. Нужно очень хорошо поработать с детьми. Так, вот здесь смотрите, как уже сложно становится. Вот так, вот так и вот так. Таким образом мы построили дерево. Ну, очевидно, что это дерево, оно очень похоже на него. Собственно, здесь я поднимаю руку, и ответ считается да. Подходит судья, смотрит количество ошибок, которые я совершил, смотрит, как мы работали в команде. Обращаю ваше внимание еще раз, надо научить детей работать в команде. Мало того, что один не будет второму помогать. Главное, чтобы он еще и не мешал. Поэтому распределите обязанности. Например, один будет подавать в нужный момент кубики, да, и отвечать за проверку итогового результата перед тем, как поднимется рука. А второй будет осуществлять процесс конструирования. Таким образом вы успешно пройдете это испытание, если поработаете с детьми. Потренируйтесь на карточках, например, вот на таких. Здесь у нас 10 карточек. Они понятные, они простые. И, собственно, перейдете на следующий этап этих испытаний. С вами был Александр. Канал «Есть вопросы». Помните, что нужно поставить лайк, а поделиться с этим видео с друзьями и нажать колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий. А дальше еще будет очень много интересного, ведь нам еще предстоит с вами построить картон в мобиле и написать что? Инженерную книгу? А это сложно. Без нас не разберетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова